Этих людей, которые приняли проповедь о Христе, которые верили в Мессию пришедшего, он их из Ада вывел. А второе пришествие будет уже не для спасения, но будет суд Божий. И тех, которых убьем, допустим, мы, христиане, по ревности о Боге, и они уже, ну как бы, у них не будет шанса войти в Царство Божие. Вот такое вот мнение мое. То есть, почему такая резкая перемена? В Новом Завете второй раз Христос придет уже как судья, а в Ветхом Завете он пришел как спаситель. И тогда в Ветхом Завете разрешалось убийство и благословлялось, а в Новом Завете запрещается. Вот я думаю, такая причина. Может, у кого-то другие есть версии и мнения. Пожалуйста, я готов выслушать и принять, может, и дарить. Разница там между Ветхим Заветом и Новым Заветом, оно, мое мнение, оно в благодати Божьей. Та благодать, которая дала всему побеждать все это. Побеждать Ветхозавет и плотским полностью. И Терзий Завет от Нового отличается чем? Смертью Христа. А Христос принес, что Богу благодать на землю, силу для духовной жизни. Да, брат, подожди, при чем тут сила? Тогда разрешалось убивать, а сейчас не разрешается убивать. Что тогда не было сил, так хотелось убить, что сил не было, что ли? Да не об этом речь, конечно. В духовном плане понятно, Новый Завет Высший у Ветхого. Но речь о убийстве, почему в Ветхом Совете разрешалось, а сейчас не разрешается. Говори, брат. Потому что Игорь совершенно прав, благодать на благодать пришла. Если правило на правило это неправильно, закон на закон, то благодать пришла на благодать. Какая благодать? Благодать закона, который был дан Богом через Моисея. Ну и будем говорить там через Авраама, вера, вот это вот все. Все то, что пришло через патриархов, это благодать была. И теперь новая благодать наступила, когда сам Господь явился во плоти и показал в силе пришествие Своего. Ну там, в общем, есть пример в Ветхом Завете, когда человек поступает именно как христианин. Хотя он был супер-ветхозаветный. Это пророк, он был учеником пророка Ильи. Вы его все хорошо знаете. Пророк Елисей. От него досталась именно благодать на благодать. Ему так и сказал Илья. Если ты увидишь, как я возношусь, значит благодать моя на тебя снизойдет еще. И так и получилось, он увидел Вознесение Ильи на колеснице и получил эту милость. И дальше что мы видим? Когда там была война евдеев, то сирийское войско окружило, специально пошло к этому городу, где Елисей жил, чтобы его пленить или убить. И в этот момент он их ослепил. И всех привел в город Самарию. И прямо посреди города поставил, за руку первого вел. И все войны, больше ста тысяч, сто двадцать тысяч, все оказались в центре города. И он помолился Господу. И они прозрели. И видят все окружены стрелками, лучниками. И царь говорит, давай, говорит, я сейчас всех их умершлю, чтобы они больше не ходили. Он говорит, а ты их сюда привел, чтобы умершлять? Нет. Накорми их, обогрейте, накормите, оденьте и отправьте обратно на родину. И написано, когда они все это сделали, и они прибыли к себе на родину, и больше полчища те никогда не ходили воевать к евреям. Вот надо что попробовать хоть раз в жизни. И так никто ни разу и не попробовал, чтобы целое войско, которое головорезы шли, чтобы отпустить их для того, чтобы проверить, придут они потом или нет, увидев нашу доброту. Вот так даже ни один христианин не поступил. Я вот проезжаю мимо, у нас посреди города Барнаула, рядом со стадионом Динамо, на разделении улиц стоит часовня. Посвящена она имени, или памяти, как там сказать, Александра Невского. И стоит такой богатырь, расставил ноги такой, как десантник морской, и на меч, огромный меч аж до груди, положил руки, весь в буденовке этой богатырской одет, весь в кольчуге. Вот он стоит. Это 1245 год умер Александр Невский. 1245, 1200 лет уже христианству. И мысли только одни, как защититься, меч побольше вложить, побольше доспехи, кольчуги. Елисей уже полтысячи лет назад, до Рождества Христова, уже показал, как нужно действовать. Прощать врагов. Причем, сначала ослепил, потом вывел из этого еще состояние. И домой отправил. Ну, даже не знаю, так христиане никогда не поступали. Вот оно, благодать на благодать написано. То есть, самый центральный момент, что это именно благодать. Благодать давала силы на исполнение. Там, Вячеслав, руку поднимает уже. Что-то улетает. Да, все, нормально, исчезаем. Появляемся. Давай еще раз, кто говорил? Вячеслав, хотел что-то сказать. Ну... Что-то не слышно никому. Мы тебя слушаем. Говори. Ты же вылетел или ты не договорил? А, Вячеслав вылетел, да? Да. Ну, говорите, сейчас я его подключу. А, Сергей сам подключает, да? Да, я, только я всех подключаю, мне не надо звонить. Говорите, вы в эфире. Ну, то есть, это самая центральная мысль вообще. Игорь Маличко, что именно делал это в благодати. Что Ветхий Завет от Нового отличает, Новый Завет от Ветхого. Это благодать на благодать, сила Божия. Которая дает силу на исполнение все, что Господь поведевает. И если раньше в Ветхом Завете, вот как Герой Веры убили милость в правильность, то уже в Новом Завете уже подвиг в другой рамке возводится. Уже прощай врага, молись за обижающих. Все дело в благодати. И если ты это исполняешь, то благодать Божия, она будет почивать на тебе, если ты член церкви, христиане. А почему Господь не давал эти заповеди? Чтобы вот именно суть торчен, стяжание Духа Святого, вот именно этой благодати, которая отличает нас от Ветхого Завета. Ну, сам вопрос задал, сам ответил. Молодец. Давайте дальше. Вячеслав хотел. Вячеслав, вопрос, если есть, походу, вы задавайте. Нет, у меня не вопрос. У меня как бы тоже... Погромче. Слышно меня или нет? Да, да, вот сейчас слушаю. Микрофон поближе. Я не по этому поводу. Если я не прав, поправьте. Если я не прав, меня поправьте. Может быть, убийство разрешалось раньше для того, чтобы нужно было сохранить закон до Христа? Ведь и наказание за грех было смерть. А если уж наказывались за грех иудеи, то тем более необходимо было умерщвлять и противников закон, и язычников. Это в каких случаях смерть? А в каких случаях ты говоришь, Вячеслав? Это не за грех и смерть. Ну, и даже за грех иудеи, субботы смерть. Да, да. Возьмите любое преступление, да, вроде бы. То есть наказывались смертью, и исполнители смертной казни, они не судились, получается, никогда? Нет. Ну, а в Новом Завете, значит, какое наказание? Если не смерть. Полная смерть. Да, полная смерть. Ну, можно мне? Вот у меня такое мнение, что почему Господь сам повелевал в этом Завете убивать тех, кто отступал от закона. Вот мое мнение такое, что Бог держал, учил свой народ, Израиль, чтобы они вот именно держали себя в этих рамках под страхом смерти, потому что другого-то ничего не было. То есть искупительной жертвы не было, а чтобы вот именно страхом перед физической смертью уже израильтяне соблюдали закон и приучались параллельно, уже приучались к общению с Богом. Ну, вот, через это же познавали свойства Божие, через закон и через страх они соблюдали себя, учили себя соблюдать все это, жить в этих рамках. Нужно еще? Ну, другого же ничего не было, сдерживающей силы. Искупительной, раз когда не было искупительной жертвы Христа, значит, то, что Бог дал, это вот именно тот, ну, как не ключик, а сила, потому что этот страх был силой к тому, чтобы люди, вернее, израильский народ, жил в страхе Божьем. Получался закон. Хорошо, Игорь. Я местописание приведу, вот сейчас вот Игорь совершенно правильно говорит, но без местописания оно как-то звучит, ну, как бы, это не то, что мнение твое, погляди, как было. Кто первым смерть положил, начало смерти? Начало смерти положил Каин, человек убил брата своего. Дальше Господь как поступает? Он не убивает Каина. Наоборот, Он оставляет жить его и с таким, и с такой печатью на нем самом, самим этом Каине, чтобы его все узнавали, что Он убийца. И чтобы все говорили, Он убийца, как это страшно, поглядите на него. И Господь дальше этого держался, пока люди из этого не извлекли опять выгоду для себя. Ну, Сатана извлек выгоду для себя, научил людей. Люди стали повсеместно страстными людьми. Там про убийство ничего не говорится, скорее всего, начались и массовые убийства. Раз кто хотел из полинов, заходил и брал дочерей человеческих, то есть Каина, этих красивых женщин, значит, там, я понимаю, сопротивление было, просто и убийство началось. И Господь понял, что наоборот, вот тем, что Он дал такую милость этому Каину, оказалось, что, ну, Ламех мы читаем, про Ламеха, как Он сказал, уже, Жона Ламехова, я убил мужа с трупы себе и юношу в язву себе убил. Это стихи сочинил мы это, что, ну и что, и теперь меня должны тоже, вот, как и Каина, видеть, что я убийца. То есть, это стало возводиться в какой-то, в почет, в ранг какой-то. То есть, убийство стало обыкновенным делом для человека. И тогда Господь дальше пошел. Он умертвил, вот тогда вообще всех, за это именно, за страсти и за то, что они стали убийцами. Господь только может наказывать, Господь. А Он сразу как наказал? Милостью Он не убивал. И теперь, после того, как Он всех умертвил, все люди испугались, ну, а кто все остались? Три сына Ной, Ной и дочери, этой снуки, и все. И теперь это они все запомнили. И Господу, быстрее выключи это все. И Господу, нужно было теперь успокаивать их. Девятая глава, книга бытия, читаем, как Он говорит, не бойтесь, теперь я уже раскаялся, что сделал потоп и умертвил все. Теперь больше не будет этого. Теперь, радуга, вот вам знамение, там, и сказалось, зима, там, лето, не прекратятся урожаи, то есть всегда вы будете, у вас столы будут обильны, полны, то есть Господу пришлось успокаивать. Иначе это психическое расстройство, как сейчас говорят, было бы на всех людей. С нервным тиком бы все ходили. И теперь, а теперь, когда явился закон, Господь берет бразды в свои правления, уже понимает, что люди все равно будут убивать. И он теперь это узаканивает. Для чего? Это как Моисеева разводное письмо. Чтобы не убивали жен, говорит, ладно, отпускайте только этих жен. Вы жестокосердные, вы все равно будете убивать. Но как можно меньше. И уже города для убийств построили. Если кто-то случайно убьет, убежит туда, народ там синедрен разберется и отпустит его. Или если он убил, там не разобрались, но он там прожил, то первосвященник как сменится, там помрет, а другой станет, он может выйти, значит, из этого города. Ну, то есть такие тоже, как бы, милости для человека, чтобы только не убить человека. Но при этом должен быть исполниться закон. То есть благодать должна исполниться. Человек, на человеке благодать, когда, вот сила, ты говоришь, когда он исполнил закон. Но никто не смог эту благодать до конца стяжать. Никто. Никто не смог до конца исполнить закон. Почему? Потому что сила Божья мимо проходила. Не было Иисуса Христа и Святого Духа, который бы оставил на нас силу сию. Искупительной жертвы не было. Аминь. А тут, Вячеслав, спросил-то о ревности, смерть, убийство при ревности о Боге. Вот он, что спросил. Правильно, Вячеслав, да? Вопрос такой... Нет, нет. Вопроса вообще от меня не было. Я, как бы, свое мнение озвучил, и правильно-неправильно на ваш суд. Еще раз повтори его. Ну, что заубивать, как бы, позволялось для сохранения закона, чтобы народ не развращался. До Христа нужно было сохранить закон. А никак иначе, это кроме как под угрозой смерти нельзя было сделать, потому что люди следовали по букве. Только по букве, а не по благодати. А когда пришел уже Христос, тогда не нужно это убийство. Люди следуют по благодати исполнять закон, а не по букву. И поэтому убивались и иудеи из-за греха, а тем более и язычники, что были антиричными. Римлянам, 6 глава, 23 стих. Возмездие за грех смерть. А жизнь вечная, да, в Божии во Христе Иисусе. Да. То есть, возмездие за грех смерть. Все это конец, и все понятно. Чтобы сохраниться закону, да, нужно было. Господь сделал так. Я даже объяснил, почему. Это по Библии, я прям подвел. То есть, если кто-то желает поспорить или что, почитайте начало Библии и будем тогда дальше говорить. Господь всегда хотел сохранить человека. Чтобы каждый, никто не погиб, говорит, а каждый пришел в разум истины. Бог не желает смерти грешникам, чтобы все покаялись. Есть такое место в Писании. Не желает смерти грешника, но в Ветхом Завете приходилось, да, в страхе держать. Если бы не убивали грешников, то было бы развращение, конечно. А в Новом Завете, какое наказание, там еще меч Божий. А в Новом Завете какое наказание подобно Ветхозаветному и вот преданию смерти. Сейчас же христиан мы согрешивших не побиваем камнями, этого нет. Но какое наказание, что удерживает от греха? Именно о наказании, я говорю. И эпитимия. Да, и эпитимия. Чего сейчас нет у нас в церкви вообще. Вот об этом бы хотелось бы заострить внимание. Ну, на сегодняшний день эпитимии как таковой вообще нету. Человек, допустим, пришел, просто с улицы зашел и вот, ну, как вот сейчас разговаривали, тут кто-то, Алексей был, говорит, я пошел, там батюшка покаялся ему и все. Ну, там если были смертные грехи, невозможно просто покаяться и уже там быть православным. У нас он, Сергий, он три года с половиной молчал. Он, братья, кто-то там молодые. Отлучок был от причастия на три года за грех. Да, ну, нас много за пьянку там один вообще он вот сейчас просто ушел уже из общины. А так он сколько лет? Пять, наверное, выходил. И ничего пил, то есть он уже, ну, и за... Нет, ну... Если ты не стремишься выйти из этого греха, из этого, из этой эпитимии, ясно, что дело закончится только бегством. Ты сам себя оправдаешь, конечно, в итоге. Все, кто вокруг тебя стоит, будут деспотами. И все, и ты уйдешь. То есть, когда вот такая точка была бы сейчас в каждой церкви, что эпитимию священник накладывает именно по канонам церковных, а они все законы у нас регламентированы, все эпитимии, книги правил. Вот она, книга правил православная. Вот тут все регламентировано. Сколько там? 17 лет мужеложник, скотоложник и так далее, и тому подобное. За все. Да аборты делала женщина. Соврал ты там, убил. Специально убил, не специально. Все. Вот она, книга правил. Там все есть. Мы ее нигде не видим. Она должна вообще заходить и в церкви наравне с Библией должна где-то там быть она. Потому что в конечном итоге мы здесь все находим и в Библии, и здесь для православных. И нигде нет убийства уже в этой книге. Уже все, только эпитимия. Самая страшная эпитимия это отлучение вообще из церкви. Кстати, три дня презревший воскресный день презревший. То есть ты три дня три раза не ходил в воскресный день в церковь. Извергается без милосердия из церкви. Три раза в воскресенье не было извергается. А мы здесь вот Нина была у нас она все спрашивала можно я маму там отпою там на субботу можно отпою. Как в церкви была ни одного раза не была в церкви. Три воскресенья пропустил. Все без милосердия из церкви выметайся и эпитимия. А тут ни разу не было и доказать ничего невозможно. А я бы хотел отпеть и я бы хотел настаивать на своем грехе этой страсти и ничего нету после этого. Ну как говорится взялся за гуш но не говори что не идешь. Взялся за плуг пошли теперь ты уже христианин до конца неси этот крест. Раздели всех своих верующих друзей и не друзей на две категории верующие и не верующие а как разделить а вот какой ты сам так и дели. Я вот так вот поделил у меня никого не осталось. Я даже маму до конца верующей не могу свою считать потому что она иной раз такие поступки совершает что диву даешься. Я говорю мам ну ты все знаешь уже рядом со мной сколько жила ты месяцами и на занятиях и всех знаешь вокруг и в общине нашей была ты почему то штаны оденешь то молоко пьет то еще что-нибудь Я говорю тебе эпидемии просто не хватает чтобы батюшка тебя как следует вытряс и все а так она ходит там то к одному священнику то к другому сходила то к пятому то к десятому ее никто не знает а когда ты к одному священнику идешь да строгому а написано избери себе старца самого строгого чтобы зайти на небо а не самого ласкательного а у нас сейчас приди только человеку скажи о священнике о батюшка у нас есть он такой добрый такой ласковый и всех детей пройдет по головке погладит и всем шоколадки даст и всех кто он давай к причастию выйдет и кричит полчаса кто еще не причащался кто еще не причащался с ума сошли совсем уже я думаю надо дальше идти не против не против да давайте дальше 29-й 34-й стихи Игорь Игорь Глушков читай от всех Бог Авраам Бог Авраам Бог Исаак и Бог Иакова Моисей Моисей но и бегом но и бегство не нарушило не нарушило божьих планов явился ему ангел господин явился когда Моисей был в бегстве когда и не надеялся возвратиться так как имел уже двух сыновей но заметь ангелом как и человеком называет теперь Стефан сына Божия Стефан является же ангел Моисею не в храме но в пустыне и не в самой пустыне но в купине место свято ради явления Христова и достойно большего удивления чем то которое было во святом святых потому что там никогда не было такого явления ну тоже вот читал тоже меня резануло почему вот толкователь говорит что это вот в купине это был Христос ну с чего он взял какие у него подтверждения Христос явился во плоти ну да он был как бы изначально но почему именно Христос почему не Отец почему не Дух святой потому что он слово потому что он слово да и огонь и Иов тоже когда являлся его это был Христос когда он говорит о все я видел тебя теперь я замолкаю вот и кладу руки свои на уста мы это тоже даже иконы православные есть Христос именно благословляет его как бы троица все ну рука Христа благословляет благословением Христовом как обычно так ну понятно бога отца никто не видел и сейчас у нас даже я вот недавно Игнать Тихонович мне присылал письмо Миша Кальмаев заметил что в нашем ролике Гавриил выставил икону где изображен бог-отец а каноны запрещают изображать бога отца потому что согласно писанию написано бога никто не видел Иисус Христос он явил он показал в себе в себе показал воплоти как сын божий Иисус а там наверное показал в купине тогда все сходится раз если бог является видимо значит это уже не отец раз видим значит это сын божий получается или ангелом еще называется так как в купине это еще подожди в купине это еще самое главное купина это пристави богородица купина неопалимая есть такая икона еще она и так и называется купина неопалимая а богородица это Христос со Христова навсегда то есть поэтому даже разговоров нет что Христос конечно и вот там где ангел является тоже Христос да Христос уже был до того когда вообще все было потому что написано и вели войну Михаил Архистротик с ангелами своими против клевретов сатанинских и они победили кровью Агнца кровью Агнца уже победили то есть уже кровь Христа там на небе она пролилась ради нас и сначала даже иконы рисовали Агнца рисует кровь льется из него это это Христос потом запретили эти иконы нет все рисовать только Христа именно образ чтобы не было подмены Агнц он просто называется на самом деле он не в виде Агнца был он прям вот и был распитый вот на кресте его его запрещают в виде Агнца Христа да теперь запрещают его так рисовать и говорить это Агнц Агнц не надо этого делать все это просто прообраз написано прообраз как мы видим в фильме искупления когда он берет лепешку ломает это мацу ломает ее и говорит вот видите как вот эти дырочки ну как она прогорела лепешка вот эти дыры вот эти отверстия видите так вот эти отверстия на теле Христа были когда пробили его они сидят его слушают как так вот прообраз понимаешь какой прям чтоб как будто перед вашими глазами был распит Христос апостол Павел так описывал вы говорит готовы были свои глаза истогнуть и отдать мне представляешь или как он описывает расширьте сердца ваши а мое сердце расширено всех огнял ну то есть такие у нее эпитеты он так описывает живо и вот так же прообразы нам описывают а это все были образы чтобы мы не были похотливы на злое христианин очень надо быть с хорошим воображением очень сильно все представлять ад или рай ну хотя бы ну рай сложно представить но тоже можно особенно когда после наркоза после операции отходишь ой рай уже наступил или когда зубная боль была потом тебе сделали раз выдрали ой как хорошо как будто в раю ну то есть надо такие эпитеты знать тогда нам понятно будет многое так же и дух святой тоже в виде голубя но почему в виде голубя но избрал господь голубицу чистую непорочную и вот голубь голубь мира прилетал это тоже не просто так вот этот образ вот этот образ был взят и теперь если где-то это в духовном плане на иконе видим голубя значит дух святой продолжаем или кто-то еще а еще кстати хотел сказать про и что Иисус Христос про Иова это 15 глава 25 по-моему стих или 18 там написано и я сам мои глаза узрят распадающаяся плоть мою не кто-то другой но я увижу как моя плоть воскреснет то есть о воскресении где сказано это уже о Христе идет разговор ну это сильный стих писания да а ты от Иова 25 да 15 глава на лучшее слово в виде распадающейся 15 да а всем братьям понятно почему именно взята купина терновый куст как пролога 25 кому непонятно это объяснить надо нет 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 25 стих 25 потому что вот сейчас вот этот момент да горящий терновый куст то есть два момента сам куст есть 18 значит а 18 главу 18 15 потому что Христос прошел через Благородицу он имел не могу найти распадающийся написать распадающийся 19 1925 1925 искупитель мой жив даже знаете да еще раз 19 22 23 20 20 20 20 21 20 22 22 26 23 23 24 25 31 32 И не примеряешься Господь повелевает И не прежде Примирись с ним Вот про эту подошву с именами врагов Это у нас тоже любят православные Эти байки такие У нас Андрей Кураев Дьякон Тот сказал что сейчас люди курят Прикуривать дают огонь Это значит все в огне сгорят А перед потопом Все ходили У них были такие сосудцы подвешены И они друг другу давали пить Потому что от воды должны были Нигде ничего не подтверждений Нет ничего Если евреям У них было такое понятие О врагах там где то написать Это бы все было написано Они бы все это в Библии Но у них памятки были где написано Напиши на лбу твоем Закрепи Или на правой руке И они конкретно Дальше на косяках домов И у них на косяках домов написано Ну что написано Места писания написаны у них Но никак не имена врагов Там или еще что-то Это те же Ну только протестантские выдумки Есть православные выдумки Ну То есть я считаю Это псевдо Религиозное Чтобы зачем-то вот это придумывать А земля святая Только потому что там присутствует Бог Все поэтому И Что же грязными ногами Заходи Да там это Отряси пыль от ног твоих Это понятно К чему речь идет Дополнитель хочу Игорь 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 То что Все-таки Моисей Встретился с Богом Вот таким образом Это же не зря Был выбран Сними очки Тебя не видно глаза Брат А я читаю Ну пока потом наденешь Когда будешь читать Это все было Чтобы Как там Привести в трепет Такую Моисея Что с ним разговаривает Бог Не просто так Поэтому он ему сразу ставит Такие условия Сними волк Земля святая То есть он ему сознание Уже стал Формировать Что с Богом Надо по-другому Вести Разговаривать И вообще Другая обстановка И потом Даже когда он Поверил построить Скину собрание Там была Раздельная комната Святая Святая святых То есть там Где ковчег был Вот и святые сосуды были То есть вот такую грань Бог выстраивал Даже вот здесь Начиная уже на первых шагах И Бог уже вот так вот Говорил Моисея такие Еще Еще хотел сказать Что вот был рай Это земля святая Там где ходил Адам с Богом беседовал И этот рай В конечном итоге Как святая земля Был убран с земли Сейчас рая На земле нету Если мы будем Теперь читать Как он ращается Четырьмя реками Мы две реки найдем Еще название А две уже реки Вообще нету Где они Ну может быть Они в песок ушли Но сама вот земля Вот в тот оазис В котором Жил Адам И Ему Господь Там благовествовал Все это уже ушло То есть этого нету Это святая земля Действительно На которой человек Может идти С другими мыслями Ну тут Дальше ты уже сказал Ну я тоже Сейчас Алексей Дам тебе слово Мы вот Хотели В Потеряевке Когда жили Вот это вот место Что Сними обувь Земля святая Мы вот в жизни Применяли это Игнаин Тихонич говорит Ну вот Храм это же святое место Безусловно святое И мы снимали обувь И заходили в храм босиком Я, Володя И Никита Да? Винтер Несомненно Ну и нас там батюшка Так шутякает Вот говорит Секта босоногих Вроде образовалась Образовалась Выделиться вроде как хотите Ну а во первых Лето Во вторых А Сергей Новокрещеный У нас был Тезка мой Тот тоже Подражал нам Снял Обувь А картошку копали И ноги Лучше бы он не снимал Эту обувь Грязнючие Такие Что потом У меня Тихонич Говорит Жене Ты помой Мужу ноги И ролик этот И ролик этот сняли И так столько Отликов Жена Боит Мужу ноги Он хохочет Он щекотки боится Такой ролик Потешный Получился Он пришел В храм Обувь Снял А ноги Грязнее Чем если бы обувь Обувь Дай это сказать Алексей Алексей Говори Ну я к этому же хотел Спросить Просто вот я был В мечети Как-то Мусульмане Они снимают обувь Они молятся Друг друга Как бы носками Там запаха нет У них чистые ноги Ну Как бы Булхан Хорошая Стоит Почему у нас Сейчас Не снимают обувь В православных церквях Когда мы заходим Задохнемся Потому что Задохнемся Наверное Потому что Это другое Совсем Это не о том Идет речь Хотя в принципе Да Святое вроде бы Кстати Игнатий Тихонович Посоветовал нам Заниматься Один час Чтоб было Все напряженно И в то же время Ну Действенно Занятие На два часа Говорит Это вы Сильно Растянули Сейчас Очень темно Возвращаться И так далее Ну Там Дальше Кто Недозанимается Почитайте Дальше Ну То есть Тут Можно Что Посоветовать Вот Открытым оком Ответы на вопросы Особенно Первый Второй Том Почитать Там Как раз Идет Вот Ну Тут Становление Церкви И там Как раз Вопросы Все идут О церкви И очень Много И к деянию Подходит И так далее И Несомненно Нужно читать У кого Кто Возьмет Открытым оком Третий Том Называется Евангелие От Марка Пособие По изучению Евангелия От Марка В третьем Томе Обязательно С первой Страницы И все То есть Вот эти Это пособие Говорит о том Как правильно Поставить Нам Занятия Вот То что У нас Сейчас Такой Вот Образовался Небольшой Тесный Круг Это очень Хорошо Потому что Игнат Иванович Говорит Не больше Пятидесяти Людей Должно Быть Но все Должны Активно Заниматься Задавать Вопросы Ну Участвовать Не то что Выкачивать Свои знания Ни в коем Случай А именно Наполняться Этим Всем Но если Что то знаешь Обязательно Скажи Вот у нас Это получается Я смотрю Последнее Время Все лучше И лучше Ну тут Уже Многие Прошли Занятия Ну а Кто не Прошел Милости Просим Подключайтесь Прочитайте Вот то что Я сказал Первый Первый Второй Том Открытым Оком И третий Том Открытым Оком Пособие Изучения Евангелия От Марка А там Где его Дети А Открытым Оком Прям Набираете Нет После вопросов Сначала Идут ответы На вопросы И потом Идет Пособие Для изучения Евангелия Это Какая то Страница Сейчас Четырехсотая Наверное Где то У тебя тут нет У меня третьего Нет Ну найдете Вот именно В третьем Томе Или просто Вы зарядите Пособие Изучения По Евангелию От Марка И оно Тоже Выйдет Ну вот Я Немножко Кстати Еще Если Вы из протестантов Вышли И Вам хорошо Подойдет И четвертый Том В четвертом Томе Второй Том Второй Том Там Ответы На вопросы Беседа Православного С сектантами Очень многие Вопросы Поднимаются И о Богородице И о кресте И о Дето Крещении И о благодати И там Ну очень многие Затронутые И так интересно Почитать Ты сказал В четвертом Во втором Во втором Томе Во втором Томе Да Второй том Открытым оком Ну там Как бы Так сглажено Выстроено Мы Беседовали С протестантами И действительно Эти вопросы Они ставят И именно Вот так Вот они Такие места Писания Говорят Сами протестанты Ну Все это Надо конечно Беседы делать Такие Чтобы не злобные Были А как В виде диспута Такого Ну Религиозного Межрелигиозного Ну это интересно Конечно Все Если у вас Есть какие-то Связи Остались У протестантов Вы можете После вот этого Чтения Легко К ним Пойти Ну Поспрашивать И даже Записать Было бы интересно И нам Послушать Потому что Мы никак Не можем К протестантам Подкрасться Они нас тут Знаются Через Игната Тихоныча Никаких шансов Не дают Беседовать с ними Сразу Убегают Нас Обзывают Или сектой Или лапкинцами 331 Спаси Христос Сестра Почитайте И прямо Это Читайте Все это Евангелие От Марков Вот Как оно Там Там Даже Не просто Толкование А там Такие Вопросы Стоят Ну Которые Ну Интересно Так Задаются На них Тоже Отвечать Надо Мы Обычно С этого Послания С этого Евангелия Начинаем Ну А сейчас Мы уже Дальше Вышли Потише Говорим Какого Все Да Занятия Заканчиваются У меня Мы с 18 Минуты Начинали Да Во-первых Мы начали Поздно Во-вторых Я считаю Что Из-за Одного Володи Нам не стоит По одному часу Заниматься Мы все Здесь Собрались Дома Нам никуда Возвращаться Поздно Не надо Володе Надо Час он Занимался Пускай Едет Чего Ради Семеро Одного Не ждут У меня Такое Предложение Кто Против Никого Нет Володя Если Хочешь Ехать И езжать Домой Мы тебя Не держим Кто хочет Час Пожалуйста На час Я думаю Два раза В неделю По одному Часу